всем привет с вами диванная футурология я арч 13 это его всекотечество морда а это как обычно товарищ феликс здорово нынче мы продолжим беседу о транспорте светлого будущего кто не видел предыдущий ролик ссылка будет в описании да сегодня поговорим о конкретных видах транспорта частности городском транспорте поехали арчи пока не начали говорить о городском транспорте знаешь меня беспокоит помню что художники футуристы рисовали еще лет пять назад все эти красивые автобусы едущие над транспортным потоком все эти красивые персональные вагончики с индивидуальным наведением и вот это все а потом копнешь чуть глубже и всплывают скучные подробности что этот автобус не может проезжать под мостами что под этим автобусом не может проехать ничего кроме заниженной приоры или что создатели этого автобуса сейчас судят за мошенничество погуглить фирмы то тебе не кажется что наши мечты рассыпаются у нас на глазах персональным вагончиками ситуация не сильно чтобы прямо лучше у них конечно вагончики симпатичные но на рекламных рендерах но провозная способность у них даже теоретически крайне невелика короче арчи на чему все-таки будем ездить 21 веке варп порталов нам не откроют самодвижущихся дорог нам тоже не построят как нам без них светлое будущее строить чувак нам даже обычных летающих машин как в пятом элементе это не подарят а все виды транспорта в городах будут примерно такие же как есть уже сейчас на этом будем прощаться с вами была диванная футурология да шучу я а если серьезно арчи как нам тогда транспортный кризис забарывать если все будет как при старом режиме не ну если таким макаром рассуждать то и метро в москве строить было не зачем раз его в лондоне еще в 19 веке построили вот только в кровавом совке толковые люди не стеснялись а спокойно тылили чужие достижения и абсолютно правильно делали а кроме того корень транспортного кризиса у нас не столько в нехватке модненьких технологий сколько в недостатке организации и забарывать его будут прежде всего именно организации ну хорошо где же у нас корень зла самое вредное у нас это маятниковая миграция когда ты каждое утро мотаешься на работу за 3-9 земель и каждый вечер едешь обратно это не только отнимает у тебя чертову ему времени но и сильно нагружает транспорт а таких поездок у нас до 90 процентов от общей массы арчи как с этим можно бороться чем у всех на удаленку переведем включая шахтеров металлургов и всех рабочих реально всех не ну конечно у нас мегаполисах остались исключительно рабочие тот и я смотрю как в округе офисы сносят чтоб на их месте построить очередной завод не братью не удаленка нужна не для рабочих для обычного офисного планктона всякие там бухгалтеры логисты закупщики и же с ними вот для них удаленку будут всячески развивать нежели правильно дело поставить то они вообще могут в разных городах сидеть и работать не хуже чем в одном кабинете не ну иногда это даже плюс если какой-нибудь закупщик другом городе находится ему взятку передать сложнее если что святая простота транспортно между городами тоже будет развиваться тут другая полезная побочка удаленка поможет занятостью проблемы решать мелких городках нету бухгалтера в глухомане где нибудь работы не страшно будет работать на московские конторы по удаленке широкополосным интернетом родина его обеспечит арча а что с теми кого на удаленку не переведешь ну там учителя врач и вот это все как их от маятниковых миграцию беречь вот как строить города по плану например обратиться к советскому опыту вспомним такую замечательную штуку как нэр арчи для чайников что такое нэр нэр это новый элемент расселения это советский проект города будущего как раз для 21 века вот они эти парни которые изобрели французскую концепцию 15-минутного города лет за 40 так до самих французов и пошли кстати значительно дальше и что они предлагают ну если отбросить всякую шелуху то все очень просто мы планируем не мегаполисы а сразу агломерации это раз два мы собираем их из небольших городков расположенных рядом тех самых нэров в маленьком городке и транспорт наладить легче чем в большом а во многие места вообще можно просто дойти пешком третий пункт мы соединяем эти городки мощными магистралями прежде всего скоростными железными дорогами нэровцы называли это русло расселения кстати они предлагали сделать скоростную магистраль москва-питер еще до того как это стало мейстримом арча арча шо тут особенного в европе той же мелких городков полно а народ между ними на работу скачет туда-сюда только в путь и в японии та же фигня и в америке полный порядок нас маятниковой миграции мелкие городкишни спасают фишка в том что в будущем союзе устроился у нас чувак на новую работу и переехал поближе к ней тут ему предоставляться и жилье и вся инфраструктура детсады и школы поликлиники плюс всякие бассейны стадионы моднейший дкс репетиционной базы короче весь фарш человек может жить всю жизнь рядом с работой и все свои ежедневные потребности закрывать не выезжая с района но свою квартиру куда девать сдашь елы-палы хотя учитывая что квартиры в светлом будущем будут постоянно дешеветь в ролике про жилье мы это подробненько разбирали так вот лично я бы твою хату наверное продал ну хорошо хорошо ежедневные потребности я закрою если что-нибудь похитрее хочешь например парниша в студию народного танца пойти у него на районе такое нету воспользуйся вот этой самой транспортной магистралью уж пару раз в неделю можно изгонять я так например с юго-западной на речной вокзал на скалодром ездил ну хорошо то есть нагрузка на транспорт и число поездок сократится в два-три раза то есть с пяти поездок до 2 а реально даже больше это ведь не просто очередной стрёмный спальник на это такая такое место где жизнь бьет ключом у тебя под боком будет вообще куча всего нет народных танцев не страшно будешь плясать какой шафу а другие города будешь ездить чисто раз в месяц на самые модные вечерины о как суша если парниша не один живет а с какой-нибудь особой ну это тоже не страшно в самом худшем случае кто-то один из них будет жить как щас то бишь мотаться за три девять земель а со временем глядишь и барышня твоя на районе работу найдет ежели специальность у нее если не слишком экзотическая а у большинства людей на кстати ни разу не экзотическая ажи ты говоришь города строить надо по плану что для этого нужно что душу дьявол продать или чего минутка что же можно но вообще нужно сущий пустяк централизованное управление экономикой и причем не рыночная вот смотри мы например планируем новый завод да и соответственно мы сразу планируем жилье для сотрудников причем с запасом и на вырост и всю инфраструктуру для этих людей мы также планируем детсады и больницы магазины школы и так далее тоже все запасом на вырост при этом транспорт мы строим в первую очередь как у китайцев которые сперва строят метро а потом вокруг него поднимают жилые кварталы не ну а чё прикольная тема строители смогут на работу на метро ехать где еще такое видишь ну это планирование чувак и для общества это очень выгодно во первых это дешевле чем утрамбовывать маршруты уже имеющуюся застройку а вторых если в район ходит хотя бы автобус не говоря уже метро то и обживут его гораздо быстрее слушали если народу в районе еще мало нафига мне прямо сейчас строить это метро и килотонны бабла в землю зарывать если реально мне понадобится лет через десять прямо сейчас ты можешь это метро и не строить но планировать надо в долгую если понимаешь что через 10 лет тут будет 300 тысяч душ то ты хотя бы место для трамвая оставь не застраивай все полностью слушай арча существующими мегаполисами что делать с той же москвой ну на русский подход внутри москвы можно вполне применить только собирать ее не из отдельных городков а из городских районов ну а соединять их соответственно электрички метро кстати электрички сейчас тоже совершенствуются слушай арчи а если взять обратную ситуацию просто предполагает что город вписано куча куча объектов промышленность инфраструктура культура медицина черти что и сбоку хвостик и там размер этого городка это порядка 100 тысяч населения той больше если у меня вообще не города деревня на 500 душ когда никакой инфраструктуры там тупо не вписать до цивилизации мне три дня на оленях добираться и люди там сидят как негр в гетто и никуда не ездят ну смотри у нас все таки двадцать первый век на дворе да а это он что значит а это значит у нас автоматика и очень многие инфраструктурные объекты товарищи можно будет списать в деревню будет у тебя там автоматический магазин автоматическая почта и тебе же всякого надо будет меньше ездить опять же интернета к тебе проведут и многие вещи ты через интернет сможешь делать и работать удаленно и за каждой всякой справкой живем тоже ездить не придется не ну и вообще с интернетами веселее чем без опять же культура подымает были у тебя просто сельские гопники а будут сельские гопники тиктокеры и еще если в деревне есть хоть какие-то предприятия ну например совхоз работает то появится и много чего другого от детских садов до спортзалов чисто чтобы людей на работу заманить причем это будет сверх того что за казенный счет там построят слушай а если никакого производства там не разместишь был шахтерский поселок шахту выработали земля плохая ничего не растет вообще нам делать нечего кому бухать ну что же делать будем бухать а если серьезно совсем не нужный поселок просто разберут на дрова а люди уедут в другие места где рабочих рук не хватает тоже хотел услышать да но кстати тут в этом нет ничего страшного всю историю у нас так деревни появлялись и исчезали и новые поселки у нас будут плодиться сильно чаще чем старые помирать глядишь и территорию свою освоим как следует ну арчи это все очень круто но при чем тут война а при том что сельский район это уже десятки тысяч человек это уже серьезно так что в райцентре уже должна быть цивилизация и больницы и школа и все остальное и что самое главное выход на полноценные транспортные магистрали и чем быстрее ты сможешь до них добраться тем она всяко лучше дка как это магистрали то доберусь и вообще по деревням как я ездить буду слушай ну тут уже от места зависит где-то автобусами обойдутся где-то по железке будут ездить где-то по воде а где-то и по воздуху вплоть до того что там схем полос будет легкая авиация летать типа авиамашрутки вот такие вот пчелки например ее даже на грунтовую дорогу сажать можно а это разработка из пятидесятых годов короче будет как в фильме мимино вертолет полный барана только на другом техническом уровне плюс сервисы совместных авиапоездок будут развивать чтоб жители друг друга подвозили бодрее чё красный был облакар ну типа того только с государственной поддержкой когда любой гражданин желтой буханочкой регается как таксист любитель перевозит скажем 50 пассажиров в год а ему за это всякие льготы ништяки вплоть до халявного ремонта в государственном сервисе слушай арча какой все-таки транспорт в городах будет развивать как я понимаю в каждом райцентре метро нам не видать до метро еще надо дорасти надо идти от простого и дешевого к сложному и дорогому сперва такси потом газельки какие-нибудь потом автобусы потом брти системы которые автобус на максималках арчи заясни на пальцах что такое берти многие считают что это марка автобусов чуть так это не марка автобусов это принцип организации автобусного движения автобусы там самое обычное просто большие таки с гармошкой на крайняк с двумя гармошками рождения что двери у них чуть шире обычного чтобы один поток граждан заходил а другой соответственно выходи но и чем тут замутка мы что автобусов с гармошкой не выведали и карусах что ли главное не в автобусах главное в том что эти автобусы всю дорогу едут по выделенной полосе от начала и до конца и не по краю улицы как у нас сейчас а прямо посередине вообще не пересекаясь со стальным транспортом не ну хорошая тема и машину на обочине не зацепишь и камикадзе под колеса сбоку не выбежит до плюс расписание у них вылезом до мелочей чтоб пересадки было удобно делать и планировать ну и просто интервал движения маленькие как в метро плюс удобная обстановка остановки если большая трасса то к ним сразу и подземный переход будет вот например как она в бразилии в городе куритиба кстати для нашего климата теплые остановки тоже бы сильно не помешали да но я боюсь что у нас бомжи не будут греться чувак когда в стране социализм то через пару пятилеток живого бомжа в городе ты хрен найдешь разве что самые идейные бродяги на улицах останутся ведь и от людей будут прятаться чтобы их принудительно на лечение не отправили на проблем бездомности мы как-нибудь отдельно поговорим ну ладно хорошо а что делать если автобус уже не вывозят чё потом ну когда автобус перестает вывозить его можно поменять на троллейбус троллейбус и разгоняется быстрее и экономичнее автобуса и воздух не портит а чё сразу троллейбуса не пустить нафига тебе тогда автобусы слушай ну троллейбусную линию оборудовать дороже провода протягивать надо под станции строить да это конечно отобьется но лучше сначала пустить брт автобуса проверить что люди этим маршрутом будут реально ездить ну а потом уже и на троллейбус поменять ну хорошо что после троллейбусов давай сначала трамвай а потом скоростной трамвай кстати скоростной трамвай граждане это не столько и не столько красивые вагончики сколько выделенные пути по которым машину не ездят причем не простые очень хорошие отшлифованные и обрезиненные пути и чтоб стыки между рельсами были заварены на хороших путях даже старые трамваи могут хоть до сотни разогнаться кстати во многих местах они и разгоняются а вот на запущенных путях даже новые красивые быстрые вагончики будут грохотать ломаться из рельсов сходить новый блин вид автотранспорта трамвайный дрифт слушай арча чем трамваи лучше троллейбуса казалось бы право доправить это же дешевле чем рельсы класть во первых он долговечнее вагон живет до 50 лет ежели за ним ухаживать во вторых он экономичнее он умеет при торможении электричество в сеть возвращать а в третьих длину троллейбуса бесконечно увеличивать нельзя потому как управляемость а из трамваев можно собрать хоть целый поезд он как будапешт слушай а если у нас крайний север и грунт плывет и с рельсами проблемы слушай если хочется всякой северной экзотики то есть куча подвесных решений вот еще в семьдесят пятом году буржуйцы запустили аэробус вот пожалуйста дортмундский подвесной трамвай ну и братья китайцы конечно тут тоже отличились вот у них и раз и два подвесные трамваи это все как видишь не бумажные проекты а вполне себе работающие железные системы для нас то по моему особенно офигенно хотя бы пути не занесет да слушай ну хорошо с трамваями мы разобрались что после скоростного трамвая после скоростного трамвая у нас идут городские электрички тоже очень хорошая вещь особенно если под них место заранее оставили опять же можно в соседнюю область без пересадок уехать но хорошо хорошо а метро метро это тяжелая артиллерия причем метро надо сразу планировать большим иначе как в самарском метрополитене будет замкнутый круг мало станций поезда ходят редко пассажирами разумеется не пользуются значит поезда ходят еще реже пассажиров еще меньше а бабло из бюджета эта штука все равно сосет как взрослая и закрывать нельзя ибо статусно так что метро надо сразу планировать большим и развесистым и только там где без него действительно уже никак арча что в городах будет с личными автомобилями нет товарищи боятся что их все запретят да разумеется автомобили запретят отправить на свалку а с автовладельцев сошлют кровавые гулаги нет конечно разве что воспользуется каким-нибудь сингапурским опытом смысле за въезд крупные города с автовладельцев будут брать деньгу чтобы на машине ездили только те кому это действительно необходимо ну не знаю например ремонтники какие-нибудь на выезде которые с собой три мешка запчастей инструментов таскают ну и всякая милиция конечно со скорой помощью а такси такси будет ездить как все выделенку то под них уж точно никто организовывать не будет арчи а проба такси у нас будет почему только такси весь наземный транспорт у нас будет роба но кто против искусственный интеллект час неплохо развился опять же кампы мощная видеокарта чтобы глубокие нейросети крутить вот это все ты еще забыл про сенсоры которые этому интеллекту данные поставляют камеры высокого разрешения радары и прочие лидары слушай арчера объяснить чайником фига нам столько сенсоров дошли деньги разумеется это деньги но вот лидары например дают 3d картинку информацию о глубине и скоростях встречных машин плюс они умеют видеть в тумане и дожде камеры дают разрешение распознавания окружающих образов там светофоры дорожные знаки и все такое проще но окей окей из чего начнут автоматизацию ну смотри сам беспилотное метро в горы в мире уже работает много где вот дубайская вот барселонская есть беспилотные трамваи они проходят испытания в том числе и у нас беспилотные электрички активно испытываются в британии а вот опять же в россии поезда роботы австралия плюс опять же поезда роботы в россии арчи нам сейчас возразят это все рельсовое там попроще а дорожный транспорт это же другое не кажется ли такое ну хорошо вот тебе дорожный транспорт вот гамбурге беспилотный автобус система хит если кому интересно вот тоже самое в сингапуре не ну окей автобусу легче там маршрут заранее известен дорога знакомая плюс опять же вдоль дороги небось датчики с стоят ездить по произвольному маршруту тоже уже давно давно научились вот тебе беспилотные грузовики вот прототип от фирмы аутрайдер какая маленькая няша а вот от фирмы гусин или гусин я уж не знаю по французски это сразу без кабины живой человек там разве что удаленно может порулить зацени какую картинку строит человек так хорошо хрен увидит врубись через пару пятилеток они появятся на наших дорогах а к середине 21 века от них уж будет точно просто не протолкнуться суши аши роботакси то где да вот те твои любимые роботакси вот у нас ваймо от гугла а вот пожалуйста такси от яндекса уже катается вовсю по москве да но там же дорогущие лидары установлены даже сразу плюс десятки тысяч баксов к цене автомобиля что пока тупо не выгодно пока не выгодно но когда эти дорогущие лидары будут выпускать крупными сериями то цена не в разы а в десятки раз упадет и автопилоты опять же будут достаточно быстро отбиваться им зарплату платить не надо ездить они могут круглые сутки без выходных и без перерывов на обед ну да хотя бы за рулем не заснет как те бедолаги которые баранку по 15 часов крутят ну да кто много на такси нынче ездит те быстро учатся таксистов всякой болтовнёй и похабными анекдотами развлекать чтоб таксист не заснул и тебя не угробит окей окей слушай арчи но если тема с роботакси станет такой популярной они же нам тогда все улицы пробками запрудят а как же если на такси то через весь город мотаться а вот для коротких поездок внутри района это отличное решение и таких поездок будет большинство мы ведь не зря здесь про нер говорили и так и здесь робот такси будет даже дешевле нынешнего каршера потому что утром она тебя до метро или до какой-нибудь электрички довезет и за следующим пассажиром само вернется не два рейса за утро сделает а с десяток ну окей окей а если я хочу поехать далеко меня сразу пошлют подальше разумеется но вообще-то тебе можно будет просто конечно зарядить ценничек повыше чтоб ты поменьше ездил в одиночку по крайней мере когда все дороги перегружены днем тут те тонко намекнут не катайся ты голуба на таксо через пол москвы а по ночам чё делать пошел я скажем на рейв и ушел оттуда в четыре часа ночи автобусы не ездят метро закрыта чем нет делать утра ждать ну по ночам такси будет дешевым дороги то все равно свободно кому ты там помешаешь суши арчи раз пошла такая пьянка почему только наземный транспорт есть же еще аэротакси он например китайцы из фирмы еханг выкатили такой чудесный пассажирский пепелац прям не машина конфетка полностью беспилотный полностью электрический как квадрокоптер только в несколько раз больше до дальность маленькая так большой ведь городе и не нужно что скажешь ну ты знаешь с пассажирскими дронами есть сложности если машина заглохнет просто на дороге то это неприятно а если у тебя заглохнет коптер в воздухе то ты больно ударишься об землю так что пассажирские дроны надо делать очень надежными а это дорогие комплектующие дорогой контроль качества дорогой этих обслуживания многократное дублирование систем и все такое прочее да и провозная способность у такого дрона тоже маленькая так что наземного транспорта он вряд ли заменит хотя экстренным службам пригодится ну и каким-нибудь богатым туристам за отдельные денежки а на этом пока закончим в следующем выпуске будем продолжать про транспорт будущего да если мы что-то упустили пишите в комменты обсудим а с вами была диванная футурология до встречи в светлом будущем увидимся ну и да не забывайте про лайки колокольчики подписки и самое главное про комменты